Детекторный радиоприемник На прошлом уроке вы ознакомились с общим принципом радиосвязи. Давайте вспомним. Радиосвязь – это технология беспроводной передачи информации, где в качестве носителя используются электромагнитные волны, которые могут свободно распространяться в пространстве. Принцип радиосвязи заключается в том, что созданный в передающей антенне электрический ток высокой частоты вызывает в окружающем пространстве быстро меняющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Давайте еще раз рассмотрим, как осуществляется радиосвязь. В генераторе высокой частоты генерируются колебания высокой частоты. Через микрофон звуковые низкочастотные волны преобразовываются электрические колебания. В моделирующей устройстве налаживаются эти два колебания, передаются антенне, антенна распространяет эти волны. Распространенные в пространстве электромагнитные волны принимаются антенны, и в пьемном контуре-детекторе там выделяются низкочастотные звуковые волны, и через громкоговоритель или динамик воспроизводятся. На прошлом уроке мы также узнали, что для передачи радиосигналов используются колебания высоких частот. Почему колебания высоких частот? Потому что интенсивность электромагнитных волн прямо пропорциональна четвертой степени частоты. Чем больше частота колебаний, тем больше энергия, и распространение идет на большие расстояния. На прошлом уроке мы также ознакомились с модуляцией. Наложение колебаний звуковой частоты на высокочастотный сигнал называют модуляцией. Познакомились с двумя видами модуляции. Амплитудная модуляция и частотная модуляция. Амплитудная модуляция – это вид модуляции, при котором изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда. Это у нас низкочастотные звуковые колебания. Это высокочастотные колебания, частота которой называется несущей частотой. Налаживанием этих двух колебаний получится модулированный сигнал. Как видим, здесь несущая волна преобразовывается, и у нее меняется амплитуда. Частота остается такой же. Частотная модуляция. Частотная модуляция – это вид модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. Низкочастотные звуковые колебания, высокочастотный сигнал. Эти сигналы налаживаются, и получается модулированный сигнал. Как видим, высокочастотный сигнал в амплитуде не изменилось. Изменения произошли в частоте высокочастотного сигнала. После передачи и приема модулированный сигнал усиливают, так как высокочастотный сигнал приходит достаточно ослабленным. Усиливаем этот сигнал. В принципе, после этого можно и воспроизводить. Но в этом нет смысла, так как эти колебания являются высокочастотными. А как мы ранее говорили, человеческое ухо воспринимает только частоты до 20 000 Гц. Поэтому стоит задача из модулированного сигнала выделить низкочастотные звуковые колебания. Данный процесс называется детектированием. Итак, детектирование – это процесс обратной модуляции. Выделение информационного сигнала из модулированного колебания высокой частоты. После модуляции модулированный высокочастотный сигнал у нас преобразовывается в низкочастотные звуковые колебания. Детектирование осуществляется устройством, содержащим элемент с односторонней проводимостью. Данным элементом может быть электронная лампа или полупроводниковый диод. Последние несколько десятилетия в приборостроении электронные лампы вытеснены компактными, надежными и удобными для использования полупроводниковыми диодами. Именно в детекторных приемниках впервые стал использоваться простейший полупроводниковый прибор, который вначале назывался именно детектором, лишь позже получил свое название диод. Диод – простейший полупроводниковый прибор, состоящий из двух слоев полупроводника и проводящий ток только в одном направлении. В принципиальных схемах диод обозначается следующим образом. Рассмотрим принцип работы полупроводникового детектора. Пусть данный прибор последовательно включен с источником модулированных сигналов и нагрузкой. Ток через нагрузку будет идти только в одном направлении. Обратный ток через диод очень мал, что им можно пренебречь. В результате чего через нагрузку будет идти ток, пульсирующий, развертка которого представляет собой положительные части колебаний. Как видим, частота этих пульсаций соответствует частоте высокочастотных колебаний. Как мы уже понимаем, данная пульсация человеческим ухом не воспринимается. Но если мы соединим амплитудные точки этих пульсаций, у нас получится то, что надо. То есть низкочастотные звуковые колебания. Получается, необходимо сглаживать данную пульсацию. Сглаживание осуществляется фильтром. Простейший фильтр представляет собой конденсатор, присоединенный к нагрузке. Давайте рассмотрим, как работает данный фильтр. В тот пол периода, когда диод пропускает ток, ток в данной точке разветвляется. Часть тока проходит через нагрузку, часть идет на конденсатор, заряжая его. В следующий пол периода, когда диод не пропускает ток, конденсатор разряжается и через нагрузку все равно будет идти ток. В результате чего пульсация, полученная после детектирования, преобразовывается в данный низкочастотный сигнал, форма которого соответствует тому сигналу, который мы передали через микрофон. Детекторный радиоприемник. Это самый простой базовый вид приемника. Не использует усилительных элементов и не нуждается в источнике питания. Использует исключительно энергию принимаемых радиосигналов. Схема детекторного радиоприемника. Детекторный радиоприемник состоит из заземления, антенны, колебательного контура. Колебательный контур состоит из конденсатора, переменной емкости и катушки. Также полупроводниковый детектор и фильтр. Фильтр состоит из конденсатора и нагрузки. В качестве нагрузки используется динамик или наушник. Настройка приемника на частоту радиостанции производится изменением емкости конденсатора или индуктивности катушки. Для этого используется ранее нам известная формула для определения резонансной частоты. Омега равняется единице деленной из-под корня L умноженной на C. Колебание появившейся степи детектируется полупроводниковым прибором. Получается пульсация. Дальше эта пульсация сглаживается фильтром, в качестве нагрузки которого используется динамик или наушник. Некоторые достоинства детекторного радиоприемника. Детекторный радиоприемник не требует источника питания. Его можно собрать из подручных средств. Раньше сборка детекторного радиоприемника считалась хорошим практикумом для начинающих радиолюбителей. По принципу детекторного радиоприемника работают некоторые радиоизмерительные приборы. Индикаторы поля и резонансные волномеры. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы ознакомились с процессом детектирования и сглаживания сигналов. Научились объяснять принцип работы детекторного радиоприемника. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok